Перед повторной встречей париматч чемпионата МХЛ с молодежной командой «Спартака» тренерский штаб «Динамо» заметно перетряхнул состав. И дело не только в неудачной игре накануне, когда «Белоголубые» уступили принципиальному сопернику со счетом 1-4. По объективной причине на лед не смогли выйти игроки, которые отправились с «Динамовской» командой ВХЛ на выезд в Санкт-Петербург. Помогли ли замены в составе тверской команде, выяснила наша съемочная группа. Со стартового сбрасывания игра пошла на встречных курсах. При этом в атакующих действиях хозяева смотрелись предпочтительнее, гораздо чаще бросая по воротам гостей. Настойчивость «Динамовцев» была вознаграждена на 10-й минуте. Михаил Кулаковский поборолся до конца на пятачке, и шайба, отскочив от клюшки соперника, парашютом опустилась за спину Матвея Ботова. Через полторы минуты «Динамо» удвоило преимущество. Уже забивавший накануне ворота «Спартака» Матвей Сумин, выкатившись из-за ворот, снова огорчил своего тезку Ботова. Соперники ушли на перерыв при счете 2-0 в пользу белых-голубых. Причем статистика была неумолима. «Спартак» ни разу не попал по воротам противника в первом периоде. Будем продолжать в таком же играть темпе. Также все вперед, все назад. А то, что нам не бросили по воротам, это уж... Значит, мы хорошо играем позиционно и не даем сопернику бросать по воротам. Самым ярким моментом второго периода следует признать выход гостей 2-0. Вадим Жиренко уже не смог помешать Руслану Наврузову, улучшить свою блестящую статистику. Но для этого надо было попадать в пустые ворота. Кулаковский же мог оформить дубль, оказавшись в полном одиночестве на пятаке у ворот соперника. Однако и «Динамовскому» нападающему не хватило хладнокровия. «Спартаковцы» заметно прибавили в этом игровом отрезке. К тому же «Динамовцы» трижды оставались в меньшинстве. Однако табло юбилейного оставалось безучастно к попыткам красно-белых отыграть хотя бы одну шайбу. В довершении ко всему после выхода 1-0 Богдана Львутина перед перерывом за «Динамо» сыграла «Штанга». Удача нас немножко отвернулась, потому что не реализовались стопроцентные моменты. И теперь, когда думаем об этом много, что хочется забить, много желания, но пока не заходит там «Штанга» 2-0 не реализует. Поэтому надеюсь, что в третьем перерыве сейчас. Не получилось «Спартаковской погоней» в заключительный третий матч. От безысходности у игравших до середины третьего периода без удаления гостей сдали нервы. Драка капитана «Спартака» Александра Оськина с защитником «Динамо» Вячеславом Шмаковым добавила энергии трибуном. Однако счет первого периода оказался итогом во второй серии московского дерби в Твери. Сухарь Вадима Жиренко и 2-0 в пользу «Динамо». Теперь команда Ярослава-Люзенкова отправится в Ярославль, где 15 и 16 ноября сыграет с локомотивом.